здание из красного кирпича и того что сказать визитная карточка южной каролины простой макдональдс здесь из красного кирпича прикольные такие магазинчики а вот и наш стейт-хаус это главное здание правительства штата ребят всем привет я приехала в город колумбия южной каролины сегодня хочу вам провести здесь небольшую экскурсию это полтора часа от спартенбурга гринвилла и посмотрите здесь уже начинают преобладать пальмы потому что это всего лишь два часа от океана в южной каролине зима но посмотрите как она здесь проходит все зелено красиво трава конечно желтая но деревья все зеленые и вот такие шикарные цветы кстати очень классно пахнут а вот так сбоку выглядит здание которое называется стейт-хаус это главное здание правительства в городе колумбия вот этот монумент например он был поставлен в 2001 году и он посвящается африко-американской истории то есть история освобождения история ухода от расизма от расовой вражды и переход можно сказать от рабства полной свободе интересно что южная каролина это был восьмой штат который ратифицировал конституцию в 1788 году это первый штат который 1860 году вышел из состава юниона объединения но после гражданской войны он повторно был принят состав соединенных штатов америки местный капитолий либо его называют стейт-хаус он находился раньше в городе чарльстон и позже был перелись перенесен в город колумбии построен здесь долгое время кстати в этом здании в стейт-хаус собирался верховный суд но теперь здесь находится можно сказать резиденция губернатора штата республиканского губернатора и также здесь находится ассамблея нижняя палата и проходит очень много различных там выборов голосований по законопроекту положили строительство здания три с половиной миллиона долларов построенное но из настоящего голубого гранита и весит 70 тысяч тонн южная каролина очень ценит свою историю свою культуру и вот это памятник например джорджу вашингтону вы знаете город колумбия он приобрел название свое от христофора колумбуса который в принципе открыл америку так выглядит вокруг я попробую показать вам купола которого не видно отсюда с этой части видите здесь американский флаг и штатный флаг долгое время развивался флаг конфедерации это тот флаг который был после гражданской войны который показывала разнообразность штата в плане национальности в плане цвета кожи раз и всего вообще разноплановость соединенных штатов америки не только штата и флаг федерации он был после гражданской войны и здесь он висел вплоть до 2015 года позже его сняли и заменили современным американским флагом несмотря на дождь сегодня пасмурную погоду хотя буквально всю неделю был было солнце но я приехала сюда в воскресенье чтобы заснять вам еще несколько других воскресных событий в городе и именно в этот день пошел дождь и туман смотрите такой памятник еще в виде пальмы обязательно покажу вам город колумбию летом когда здесь будет тепло или хотя бы весной потому что здесь жара жарко начинается уже с марта месяца этот город отличается теплой южной погодой потому что он находится не так далеко от океана полтора-два часа и здесь дует океанский уже бриз и погода обычно на несколько градусов теплее чем в спартенбурге но несколько месяцев летом конечно здесь вас ожидает паркость душность примерно как во флориде но я думаю что немножко мильче чем во флориде и если во флориде это намного дольше месяцев то здесь это примерно 2-3 месяца а в осенью здесь с августа сентября здесь начинается бархатный сезон чудеснейшая погода когда твоя температура тела совпадает с температурой воздуха щебечет птички вообще это просто чудесно вы знаете колумбия был первым городом таким большим который основался в этом штате и вообще популяция популяция населения штат южная каролина около 5 миллионов человек в этом городе население сто тридцать пять тысяч необычным фактом лично для меня было что здесь большинство зрителей снимают свои дома не арендуют то есть не покупают и этот город на самом деле считается таким студенческим городком и военным например здесь школы выше среднего уровня по всем соединенным штатам америки очень хорошие школы так что если вы хотите переехать со своими детьми это будет правильное решение например в пятом дистикте у нас школе южной каролины до сих пор через громко говоритель идет молитва во втором дистикте даже иногда начинают некоторые шля занятия с молитвы в обычных публичных школах высшие учебные заведения такие как колумбия университет и такие как клэмсон университет считается одними из лучших топовых соединенных штатов америки интересно что клэмсон долгое время до 1000 даже девятьсот шестьдесят второго года он был в мужской военной школой и только шестьдесят второго года после в морской гражданской войны и после вообще решения всех расовых вопросов он стал обычным высшим учебным заведениями куда стали пускать женщин интересно цены на доме имущество если у меня получится отснять и показать не уверен что успею сегодня возможно отдельном блога но реал стоит здесь на порядок ниже чем например в городе спартенбург и гринвилл в районах где проживаю я но с другой стороны сдать здесь жилье тоже достаточно просто из-за того что в этот город стремятся приехать по учебе говорила с местными жителями славянского населения здесь пока не так много но многие приезжают тоже из сакраменто из калифор из вашингтона и очень рады этому и также говорят что приехали именно потому что здесь меньше славян чем в upstate of south carolina но они здесь есть и прибавляются смотри на такие средневековые вообще античные церкви и всегда ответе деление церкви от государства это очень тонкий момент потому что в начале сша службы проходили в главном здании службы и служение обязательно были один из праотцов и основателей морская сша первых президентов возмущался если служба белом доме проходила меньше чем три часа как действительно была отделена от государства но не потому что она не могла лезть в политику а потому что политика и государство не могло вмешиваться в действие церкви а церковь контролировала государственные процессы и именно это сделала соединенные штаты америки великой страной интересный факт что в южной каролине практически возле каждого здания церкви будет свое кладбище для своего рода символ перехода из одной жизни в другую ощущение колумбии поснимаю вам немного с машины вот такие здания в даунтауне очень похоже на здание некоторые в нью-йорке и в европе с чаропом какие часы прикольные кстати в центре города очень много различных музеев ресторанов таких открытых беседок даунтауна очень красивый город вот это скорее всего где-то здесь на перекрестке будет архитектурный музей едем по брусчатке улица сделана из брусчатки полностью городочек беседочка ребят сегодня такая дождливая погода очень классно где-то сидеть в кафешке пить кофе которых здесь огромное разнообразие идет цунами суши и стейкхаус крафт-крафт разнообразие классно есть где погулять есть где покушать entertainment здесь тоже развит сегодня конечно не лучшая погода для экскурсий идет дождь но все равно очень красивое такое здание вот они здесь все с такими шпилями в южной каролине вот здесь проходит служение церковь если вы планируете переезжать в южную каролину рассматривайте для жизни город колумбию то замечательная новость для вас здесь есть славянская церковь пастор владимир и его супруга лилия церковь небольшая но очень гостеприимная дружественная сейчас я вас в нее проведу наше направление и желание служить господу быть близко с господом поэтому если вы рассматриваете теперь из колумбии мы приглашаем хорошая церковь хорошие гостеприимные люди и мы вас приглашаем будем рады видеть всех вас пусть бог благословит приехали в гости это интересно новых людей в конце церкви всегда пастор приглашает себя домой на общение на знакомство так что если вы приедете в город колумбию то ждите приглашение интересный факт про землю в колумбии именно в городе колумбия здесь настолько половитая земля что все плодоносит 2 раза в год вы представьте что такое собирать урожай огурчиков и помидорчиков дважды а вообще южная каролина это штат персиков жизни здесь идеальный город ирма потому что чем близко мол хайвей классные школы еще один плюс для тех кто переезжает в южную каролину и в город колумбию то что здесь есть крутой русский магазин а называется он international food и дел и и мы сейчас с вами зайдем внутрь и посмотрим кому корзинок не хватает можно взять колясочку марта уж с корзинкой готова к покупкам марта ты готова покупать готова молодец достаточно большой магазин весь магазин 2600 square feet но просто есть абсолютно фрукты и овощи что вообще редкость большая для рыжки магазина здесь не крест все так аккуратненько кто-то уже не справляется своими покупками здесь есть куранс секция все по ивангин санжи очень все так организована музыка играет очень конечно круто похоже на какой-то крутой европейский спой-маркет все попробуем цена показать здесь весь реально все что вообще может быть и должно быть в русском магазине здесь все здесь у нас идут все такие продукты торты разные очень круто а я так вот это мнение соусом масло это магазине эти take one новый завет просто зазетки известно что у тебя уникальный клет для тех кто хочет похудеть ты его кушаешь он заполняет желудок не хочет то есть даже не знал ребят скажите мне кто-то такое видел или нет селедка под шубой традиционный посол уже порезанная просто уже под под шубу все готово смотрите внимание как можно так все ровненько аккуратненько выставлено будет и так все аккуратненько лежать это не для нас выставили это вот каждый день и так люди скупаются очень уютный приятный магазинчик которым хочется снова и снова вернуться все чистое организовано аккуратно и приятно и доступные цены что интересно они не делают большую наценку поэтому у них нету там разных супер скидок стала 999 вот вот он украинский сникерс видели настоящий дар что вы там выбираешь конфеты ромашка самые вкусные меня зовут Венислава мы приехали из Сакраменто переехали в Южную Каролину и первый раз в этом магазине очень-очень впечатлена здесь очень красиво очень всего много как видите покупки сделала да да все отлично и приезжайте побольше сюда здесь выглядит все свеже и большой выбор да большой выбор да так смотрите вау так я скупилась Веречка чем особенный ваш магазин мы очень часто делаем заказы и каждую неделю у нас новые продукты и все на полках всегда есть и все свеженькое все свеженькое да хорошо и хлеб вы говорили что-то у вас да хлеб по 3,99 и большой и маленький и кругленький и длинненький какой хотите класс все дайте мне пожалуйста хлебушка представьте здесь есть даже нарезка нарезают колбасу и мясо I know что для Калифорнии и Вашингтона это не новость одна Южная Каролина новость вот здесь хлебушка выпекается прямо видите хлебопечка так ребятки моя оценка 10 из 10 этому магазинчику реально я рекомендую International Food & Del его рабочие часы понедельник среда с 10 до 8 14 до 6 пятница суббота с 10 до 8 воскресенье закрыто если вы в Южной Каролине вы обязательно будете проезжать Колумбию когда будете ехать по дороге к пляжу к океану да здесь кстати тоже есть свои пляжи с классной рекой берегом озером где катаются на лодках и очень много летних таких активностей я думаю что я летом обязательно вам это все покажу но интересный момент что вам нужно знать про Южную Каролину например Овнер Тойоты Джим Хадсон может здесь заправлять на обычной заправке свою машину если увидишь что кому-то нужен бензин он просто подойдет и заправит твою машину и наши люди с таким уже здесь сталкивались ребят кто интересуется где здесь поселяться то лучшие районы по школам в Колумбии считается Чеппинг потом Ирма вот кстати магазин русский находится здесь в районе Ирма недалеко от Мола и потом уже идет Лексинтом но будьте осторожны с городом Лексингтон потому что половина города очень классная а вторая половина у них два контраста отличается поэтому когда будете там покупать имущество или искать рент вы должны очень осторожно быть с городом Лексингтон учтите где-то хочу сказать очень важный момент про семью пастора Владимира или очень открытые люди когда всегда приезжают новички они им помогают вплоть от всего люди действительно нуждаются поэтому если вам нужна будет помощь по месту я не просто рекомендую там по стилю церковь а это классная семья для общения для знакомства и просто для взаимопомощи так что приезжайте ребятки на сегодня это все про Колумбию, про Южную Каролину напишите в комментариях если этот выпуск был вам интересен и что еще вы хотели бы узнать о штате Южная Каролина и насколько это было полезно для вас